МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Новая мышь с интересной способностью менять чувствительность во время работы самостоятельно. Завершился групповой этап корейского чемпионата по дисциплине Старкрафт. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим моменты игры в Counter-Strike Source с пистолетом Desert Eagle. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы станете свидетелями очередного матча по игре Counter-Strike Source между сборными России и Норвегии. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. В одном из самых сильных канадских коллективов Team EG по дисциплине Counter-Strike произошли кадровые перестановки. Освободившиеся после ухода троих игроков вакансии заняли Хальстон Беллетани и Николас Лалонде и Джесси Куикшот Стивенсон. Все игроки-профи и уже выступали вместе в финалах World Keeper Games. Официальные представители Европейской лиги NGL публиковали составы команд, прошедших в финал сезона 2007-2008 по дисциплине Warcraft 3, SK Gaming, Meet Your Makers, Mouse Sports и Poker Room. Финал пройдет в Берлине, и уже совсем скоро мы узнаем, кто же является лучшей командой уходящего сезона по версии NGL. 6 марта в рамках компьютерной выставки C-Bit пройдут финалы второго сезона чемпионата Extreme Masters по дисциплинам Counter-Strike 1.6 и Warcraft 3. По результатам жеребьевки представители России коллектив Virtus.pro попали в группу B. Пожелаем нашим игрокам успеха и будем надеяться на то, что они не посрамят честь Родины на этом престижном чемпионате. Завершился групповой этап корейского чемпионата X-Note по дисциплине StarCraft. Плей-оффы этого элитного корейского дерби ознаменовались интересным фактом. В четвертьфинал попал всего лишь один представитель расы зергов – Дай Джей Донг. В первом же матче он встретился с восходящей 16-летней звездой Флэшем, да и вообще текущий сезон показал небывалый подъем юных талантов. Отличный выпускной экзамен на пути в лучшее завтра. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим моменты игры в Counter-Strike Source с пистолетом Desert Eagle. Desert Eagle или просто Deagle – самый мощный пистолет в игре. Пробивает незначительные заграждения и двери с тем же успехом сносят головы врагов. В умелых руках Deagle ведет себя ничем не хуже автомата. Относительно прост в применении, но чтобы стать мастером стрельбы из Desert Eagle, нужна тренировка и понимание этого замечательного оружия. Основные правила обращения с Desert Eagle. Патронов мало. Расходуйте их экономно. Старайтесь целиться в голову. В ближнем бою против одного соперника можно стрелять в быстром темпе, не забывая про хэт врага. Стрельба на бегу. С Desert Eagle можно стрелять и на бегу. При движении вперед на врага используйте Стрейв и стреляйте. У вас будет трудно попасть, а вы будете с каждой секундой ближе и страшнее. Используйте первую пулю, так как она всегда летит в цель. Можете выпрыгивать из-за ящика и в прыжке сносить врагу голову. Не бойтесь вступать в перестрелку на дальних дистанциях. Но если есть возможность, то лучше подпустить врагов поближе и потом убить. В ближнем бою Desert Eagle решает больше, нежели в дальнем. Мы виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Вольно. Разойдись. Смотрите далее. Новая линейка игровых девайсов для консолей. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы станете свидетелями очередного матча по игре Counter-Strike Source между сборными России и Норвегии. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Японская компания Senko интегрировала в свой девайс известную со времен зарождения компьютерной индустрии БОС-кнопку. Идея проста. При появлении на горизонте начальника, офисный планктон смело жмакает на эту кнопку, и вместо любимого Counter-Strike на экране появляются ненавистные офисные программы. Покупка такого мега-девайса через сеть обойдется вам всего в 22 доллара США. Появился предобзор новой эволюции клавиатуры Optimus Maximus. Концепт носит название Optimus Tactus. У нее отсутствуют физические клавиши, и вся поверхность клавиатуры может быть запрограммирована как вам угодно. Стоимость этого девайса держится в глубочайшем секрете. Silverstone Sabertus. Главная фишка этой мыши – переменный ДПИ. Мышь способна на лету менять параметры оптического сенсора, что делает ее универсальной и для быстрых first-person шутеров, и для неспешных пошаговых стратегий. Также не безинтересен тот факт, что мышь выполнена с использованием углеродного волокна и вставок из алюминия. Корпорация MadCats представила целую линейку своих геймпадов для приставки PlayStation 3. Это обычный проводной геймпад PS3 геймпад. Беспроводная его версия PS3 Wireless Gamepad – официально лицензированный фанатский вариант исполнения PS3 Wireless Control Pad Pro. И самое интересное в этом списке – PS3 Wireless Tomb Pad – примочка в виде кверти клавиатуры, которая крепится непосредственно на геймпад. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня вы станете свидетелями очередного матча по игре Counter-Strike Sars. На этот раз на тропу войны вышли сборные России и Норвегии. Сборную России for Mother Russia представляли Капитан Иван Сыр Павлов Антон Хаксфлакс Загуменов Павел Элоун Ковалев Артем Итал Макаров Борис Снуп Подвальчиков В норвежскую сборную Нордж вошли следующие киберспортсмены Капитан Симен Миттеас Генриксон Адриан Дрозо Мангусен Роланд Инфектит Сёдерлунд Мариус Зик Линдл Тобиас Оппи Унел До этого команды уже сыграли два сета. Теперь им необходимо выдержать последнее испытание. Третья карта в матче, которой стала The Dust. Россия начинает на стороне террористов. Норвегия охраняет точки. Даны рестарты и команды начинают игру. Пистолетный раунд. Он, как правило, решает ближайшее будущее игры, а иногда и судьбу всего сета в целом. Зик держит длину у респа. Инфектит на АБ отстреливается от Элоуна, который намеревается прорваться на плент. Тем временем террористы минируют А. Оппи, Дрозо и Зик воюют против Элоуна в центре. Российский игрок кладет Дрозо и Зика, но его снимает Митте, пришедший на подмогу однополчанцам. В следующий момент и Митте попадает под раздачу Итала. Но с Инфектитом справиться у него не получилось. Теперь единственному уцелевшему норвежцу остается разминировать бомбу. Он успешно записывает первое очко сета в пользу Норвегии. Пятый раунд. При счете 2-2 команды спорят за третье очко. Хакс и Снуб бегут к Б. Элоун держит центр со слоном. Итл вступает в перестрелку с Оппи, который одаривает его свинцом в голову из зигзага. Инфектит цепляется головой за пулю Сыра. А Элоун в центре мстит за Итала. В темный Снуб кладет еще двух контрол. Последний дуэль раунда между Зиком и Сыром заканчивается в пользу российской сборной. Счет 8-2 в пользу России. Зик, Дрозо и Оппи штурмуют двери. Митта и Инфектит на Б. Инфектит из дыры уносится слона Хакс Флакса. Чуть позже он же кладет Снупа, который пытается прорваться к Б. Из темной высовывается Сыр, которого убивает Митта из-за машины. Элоун, который прошел через центр, зачищает территорию Плента, убивает Инфектита и Митта и закладывает бомбу. Чуть позже Оппи снимает его метким выстрелом в голову. А в темной также мастерский Дрозо расправляется с Итолом. Разминировав бомбу, норвежцы приостанавливают череду побед российской сборной. Команды меняются сторонами. Счет 4-12 в пользу России. Хороший задел для того, чтобы выиграть. В мгновение ока игроки оказываются на зигзаге. Тут же происходит настоящая бойня, в которой российская сборная недосчитывается Снупа и Хакс Флакса. Сыр добивает в центре Дроза, а Оппи четко в голову кладет Итола. Элоун мастерски расправляется с Митта в темный. За убитого товарища ему мстит Инфектит. Плент А заминирован. Сыр с 15 хелсами остается один против трех норвежцев. Несмотря на это, он идет разминировать. Его останавливает Инфектит, который, выскочив из-за бортика, поражает сыра в голову. В девятом раунде Россия зарабатывает свое первое очко после смены сторонами. Дроза в дверях, остальные в темный. Немного подождав в темный, Оппи перебегает к зигзагу следом за Дроза. Инфектит, кинув гранату к ящикам из темной, взрывает Илоун. В это время на зигзаге Итл и Хакс красиво выносят в голову Дроза и Оппи. Там же Снук минусует Зика. Команды не укладываются выделенное для раунда время, и очко автоматически уходит сборной России. После 15 раундов счет 4-11 в пользу Норвегии. Возникает необходимость в двух овертаймах по три раунда. Оба овертайма Россия проиграла со счетом 2-1 и 3-0. Было добавлено еще некоторое время для игры, но и тут россияне продули со свистом. Обидно за соотечественников, но ничего не поделаешь, ведь это спорт. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов, новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин